Сегодня весь мир отмечает день детского футбола. Кубань в этой области регион передовой. Только в одном турнире среди дворовых команд на призы губернатора края участвуют 25 тысяч юных талантов. А в спортивных школах занимаются более 170 тысяч человек. Наш корреспондент Иван Полехин пытался разглядеть будущих звезд футбола. Так какой же футбол все-таки сильнее дворовый или профессиональный? Давайте попробуем разобраться на примере двух сильнейших на данный момент сборных в мире. Бразилии и Испании. В Латинской Америке, как известно, все начинают играть либо во дворах, либо на пляже. В Европе подход другой. Профессиональные тренировки чуть ли не с пеленок. А если смотреть на спортивные результаты? Сборная Бразилии становилась сильнейшей командной планеты пять раз. На счету испанцев один титул. На проходящем сейчас мундиале в активе бразильцев одна ничья и одна победа. Испанцы же с двумя поражениями могут отправляться домой. Как видим, на нынешней мировой арене сильнее оказываются ребята с нашего двора. Эти дети только выглядят маленькими. Для выхода на дорогу большого футбола они самого подходящего возраста. Игрой номер один тренеры советуют заниматься с пяти, а лучше с четырех лет. Поэтому отбор будущих звезд проходит очень рано. Нелегкий путь талантливого спортсмена начинается еще до школьной скамьи. В садик пришел тренер в садик и раздавал визитки. Я дал папе, а мама позвонила тренеру. Тренер сказал куда идти и мы с папой пошли. Тренировки на хороших полях и возможность оттачивать мастерство в турнирах – вот главные плюсы воспитанников спортивных школ. Однако даже опытные наставники признают – мастерство мастерством, но без постоянной игровой практики во дворе высот достичь сложно. Ихнее мастерство будет расти на хороших полях с хорошими мячами, но при том, что они будут заниматься у себя дома. Потому что когда они дома занимаются и никто за ними не стоит, и никто их не обучает, не давит, может быть там и вырастет Рональдо и Месси. На дворовом турнире на кубок губернатора одинаковая форма и идеальный газон – не главное. Гораздо важнее импровизация и эмоции. На поле эти маленькие мастера кожаного мяча абсолютно раскованы. А единственное, в чем чувствуется их непрофессионализм – давать интервью, пока не научились. Поэтому отдувается за них наставник. Он же – школьный учитель физкультуры. Они многие уже стараются быть похожими на наших больших футболистов. Поэтому они стараются. И я вижу, как они горят этим. Горят, чтобы попасть именно в высшую лигу, а не просто в какой-нибудь клуб. В дворовом футболе тоже есть свои звезды. Здесь запросто можно увидеть проход по флангу в стиле Месси, фирменную обводку в Анперсе и коронный удар Криштиану Роналду. Получается пока не слишком технично, но точно от всей души. А этого как раз очень не хватает российскому футболу. Иван Полейкин, Денис Горбунов и Михаил Боеправ. Девятый канал. Краснодар.